Здравствуйте! Вы на ток-шоу «Горячая линия». Я его ведущая Валерия Ермак. Мы вместе с вами будем разбираться в непростых историях и вместе искать пути выхода из сложных ситуаций. Мы работаем в прямом эфире и каждый из вас может позвонить на телефон горячей линии и задать вопрос гостям в студии номер 8-933-300-0300. Совсем скоро они здесь уже появятся и присоединятся к нашему разговору. А сейчас поговорим о теме прошлой программы. Как своя земля может стать чужой на вполне законных основаниях? С просьбой о помощи на горячую линию позвонил Николай Чесноков, житель улицы Горной в Кемерове. Оказалось, что у него и его соседи хотят забрать часть земли. И неважно, что участки у этих людей в собственности больше 30 лет. На прошлой программе мы обсуждали тему «Земельный передел». Изменилось ли что-то в судьбе наших героев за эту неделю? Давайте посмотрим. В прошлом выпуске мы рассказывали о жителях улицы Горная в Кемерове. Там у людей пытались отнять участки, на которых они прожили около 30 лет. Из-за ошибки примеживания эти земли выделили льготникам, многодетной маме и участникам боевых действий. После выхода программы старожилы и новоявленные хозяева встретились в управлении архитектуры. И все решилось, что называется, полюбовно. Вопрос решен положительно. Вот который новый житель поставил столбы в огороде, он вообще отказался от участка. Поэтому все участки остальные сдвигаются в его сторону. И не затрагивают огороды старых жителей. Не затрагивают, все идет вроде как по старым границам. Только единственное товарища погреб отчуждается. Вот так вот разрешилась ситуация с землей. Однако телефон горячей линии в нашей редакции звонил всю неделю. И некоторые темы мы не могли оставить без внимания. Давайте вместе подведем итоги. Рекламным баннером не место на улицах Кемерово. В областной столице на неделе начали демонтаж растяжек, которые размещены с нарушениями. Такое поручение дал губернатор Аман Тулеев. Администрация города провела специальную ревизию, по результатам которой решили снять 45 рекламных баннеров на дорогах. По мнению городских властей, они отвлекают внимание водителей, из-за чего может произойти ДТП. По поручению исполняющего обязанности главы города Кемерово Валерия Константиновича Ермакова, мы приступили к разработке концепции по размещению рекламы в городе. И думаю, что в течение месяца, по крайней мере в первом чтении, мы сможем представить ее депутатам Кемеровского городского совета. Ударили по газам виновники ДТП в Кемерове, на перекрестке улиц Красноармейская и Рабочая. В газ, перевозивший мусор, врезался другой, грузовой газ. Теперь старенькому автомобилю самому осталось отправиться только на свалку. Нарушитель скрылся с места происшествия, но далеко не уехал. Через полчаса инспекторы нашли виновника ДТП в нетрезвом виде. Вот Красноармейский ехал, но думал, ну проскочу, а не успел проскочить. Куда поехали-то вообще? За водкой. За водкой? Да. А что, ближе нигде не было, что ли, водки? Ну, была, ну а там была бесплатно водка. Вот так, да? Да. Интересное место, где эта водка бесплатная? Ну, мы знаем где. А департамент торговли Кемеровской области искал чешский алкоголь в кафе и ресторанах нашего региона. В России был введен запрет на ввоз спиртного из-за случаев отравления в самой Чехии. В Кузбассе решили проверить, не попал ли ядовитый алкоголь на предприятие общепита. Как выяснилось, заграничное спиртное спросом у наших земляков не пользуется. И пока ни в одном заведении чешских крепких напитков не найдено. И вот как ситуацию с алкогольным эмбарго прокомментировал министр Чешской республики, который на неделе посетил Кемерово. В первую очередь нашим интересом было защитить жизнь граждан Чешской республики, но также граждан в других странах, в том числе Российской Федерации и Евросоюза, от вреда, которые наносили эти напитки. И очень рад тому, что полиция уже решила этот вопрос, что нашла источник этого контрактного алкоголя и что уже выявлены следы, откуда этот алкоголь вообще-то произошел. В Кемерове нет ядовитого чешского спиртного, однако есть закуска, тоже весьма сомнительного качества. Целых два подвала с копченостями нашли полицейские. В подпольных цехах готовили сало, грудинку и мясной рулет. Здесь имелось все необходимое оборудование – мясорубки, коптильные печи, вакуумные установки. О соблюдении чистоты тут, кажется, и не слышали. Мясо готовили на старых разделочных досках, а специи хранились в грязных стаканах. Организаторы поставили на поток производство мясных деликатесов. Владельцы данных цехов заботились о том, чтобы их продукция никак не отличалась от заводской и была конкурентоспособной на рынке. Собственно, это и позволяло снабжать данными деликатесами практически все крупные продуктовые рынки города Кемерово. Уже несколько суток жители дома по проспекту Молодежному в Кемерове вздрагивают от каждого скрипа. Накренившийся башенный кран, когда моклов меч, грозит упасть в любую минуту. Крановщик с места происшествия скрылся, предоставив разбираться с этой проблемой руководству строительной компании Тибет-СВ. А жители дома 7, дропе 1 по проспекту Молодежному попросили покинуть квартиру на случай обрушения. Ну, причина, значит, здесь, ну, техническая неисправность крана и личный фактор. Значит, крановщик, значит, самопроизводно начал движение крана. А в то время, как тупики были сняты, так как надо было тупики передвинуть на 4 метра, в связи с тем, что там идут земляные работы. Миссия на месте приняла решение о демонтаже поврежденного башенного крана. Однако и сегодня эта махина находится на прежнем месте. И никто никуда кран не подвинул. Таковы итоги недели, а вот что нас ожидает сегодня. Потерять все за считанные минуты. Что бывает, когда пожар забирает кровь и ты остаешься наедине с трагедией. У семьи Ануфриевых 10 лет назад сгорел их дом. До сих пор семья скитается по баракам вместе с маленькими детьми. Давайте посмотрим, в каких условиях сегодня приходится им жить. В этой квартире жить невозможно, рассказывает Евгений Ануфриев. Воды и туалета нет, все удобства на улице. Зимой, когда в комнате температура не поднимается выше 8 градусов, не спасают даже два одеяла. Жилплощадь досталась Евгению, его сестре и на непокойному отцу после того, как сгорела их квартира. Десять лет назад они жили в бараке. Там произошел пожар и семью поселили в другой ветхий дом, который снесли, а потом сюда. Ануфриевы не раз обращались в администрацию с просьбой переселить их в более благоустроенное жилье, но ответ всегда один и тот же. Благоустроенное жилье сейчас, в настоящий момент, у нас на это нет оснований, никаких. А где мы, погорельцы, с 2002 года? У вас был дом в собственности. Да какой дом у нас не дом, у нас барак был. У вас, ну какая разница, у вас было жилое помещение в собственности. После пожара Ануфриевы выживут без прописки. Из-за этого сложно устроиться на работу и определить племянницу Евгения в детский сад. Сейчас семейство состоит в очереди на получение жилья. Говорят, до смерти отца в прошлом году они числились 530-ми, а сейчас почему-то 3085-ми. Отец как шел инвалид, отец умер и сразу они нас подняли выше. Ну это он как инвалидом, по инвалидности шел. А так вот очередь как была 3085-я, вот так и есть. Евгению Ануфриеву постоянно напоминают о долге за коммунальные услуги, около 35 тысяч рублей. Но их мужчина не собирается выплачивать принципиально. Говорит, не за что. Соседи Евгения поддерживают. Говорят, дом давно пора снести. Люди придумывают способу хоть как-то сделать жилье уютней. Этот ежик, например, по очереди живет в разных квартирах. Ежик у нас для того, чтобы ел слизни. Как после дождей, весной, осенью. Квартира остывает и вылазит слизни до 10 сантиметров бывает. Недовольных жильцов в доме много. Но вот в администрации, говорят, к ним никто не обращался. Для того, чтобы жилье признали подлежащим сносу, люди сами должны прийти в межведомственную комиссию. За период с 2006 года дополнительно добавлю, что от жителей по улице Каркасной от заявления межведомственной комиссии не поступало. Обращения не было. Соответствующих пакетов документов не предоставляло. Соответственно, межведомственная комиссия данные дома не рассматривала. Между тем, сестра Евгения Анастасия родила второго ребенка. Из роддома с младенцем ей придется вернуться в холодную квартиру. И сегодня тема нашей программы «Цена трагедии». Итак, помогает мне вести программу Наталья Токмагашева, она же автор этого материала. У нас в гостях Евгений Ануфриев, герой этого сюжета, он же Погорелец, да? Елена Ильина, юрист. Кроме этого у нас в гостях Наталья Семеновна Карелина, председатель комиссии по жилищным вопросам городской администрации. И Игорь Величко, также Погорелец и многодетный отец. Итак, у меня первый вопрос к Евгению. Евгений, мы сейчас посмотрели сюжет. Скажите, вы действительно живете в таких условиях? Да. Да, в таких условиях живу уже с 2002 года. Как? Сперва у нас крест или кто, когда барак сгорел, нас переселили в барак, в поселок Пионер, который мы прожили с 2002 года по 2009 года. Барак там начали сносить. Нас переселили вот на каркасную 19,5. А как вы пытались решить свою жилищную проблему? Жилищную проблему мы писали в администрацию еще, когда отец был живой. Писали в администрацию неоднократно. А вот это что у вас за папки с бумагами? Это все, что вы писали? Это все документы, которые у меня есть. С администрацией города Кемерово то, что... Ответ, что ждите свою очередь. Ваша очередь такая-то, что очередь 3085. Евгений, ваша сестра буквально на днях вышла из роддома. И она с малышом вот в этот барак пошла жить? Да, придется ей в этот барак жить. Придется? То есть она еще не там находится, да? В данный момент нет, она не там живет. Но сейчас придется ей вернуться в этот барак, в который нет ни слива, ни воды, ни зимой, ни летом. Мы живем в таких условиях. У меня вопрос ко всем гостям в студии. Что вы думаете об увиденном? Елена? Ну, как бы, что можно думать об увиденном? Конечно, в первую очередь, сочувствует герой программы. Но если вопрос ко мне сформулировать, чем можно помочь, то, конечно же, я бы задала какой-то ряд вопросов уточняющих. Вот обращались ли вы в администрацию в установленном порядке, да, с заявлением, чтобы вас поставили на учет. Вот не на очередной, как я так понимаю, что 3 тысячи какая-то там очередь. Да, общая очередь. Какую еще? Общая очередь. Куда ставлю? Мы с вами сейчас... Вася немного позже, мы сейчас пока ситуацию разбираем, а потом уже конкретно к очереди мы еще вернемся, да? Аталия Семеновна, я знаю, что вы пытались, да, прийти в гости к Евгению. Вам это удалось? Мы попали в дом, посмотрели на дом, но в квартиру мы, к сожалению, не попали, поскольку Евгений там не проживает. Это подтвердили и соседи. Не проживает там и его сестра. Об этом мы узнали накануне, но и, на мой взгляд, я считаю, что жилье муниципальное не может пустовать, когда в нем столько нуждающихся. Если у вас есть вопросы к гостям в студии, вы можете звонить в прямой эфир, телефон 8-933-300-0300 и рассказывайте свои истории, если они касаются темы нашей программы. Ежегодно в России в пожарах гибнет около 10 тысяч человек, иногда и больше, и имущество сгорает на 20 миллиардов рублей. А сколько уничтожено домов и сколько людей погибло в пожарах в Кузбассе в этом году? Ну, давайте посмотрим статистику. Внимание на экран. За 2012 год в Кузбассе произошло 1625 пожаров в жилых домах. 165 человек в них погибло, 85 травмированы. Сгорело 485 зданий, это 317 квартир или 22 тысячи квадратных метров. Ущерб от пожаров составляет 72 миллиона 330 тысяч рублей. Кроме этого, у нас в гостях сегодня Игорь Величко. Он также, как и Евгений, потерял в пожаре свой дом. Но в это время жена Евгения находилась в роддоме, и у него на руках осталось трое детей. Давайте посмотрим, в каких условиях сейчас живет семья Игоря Величко. Дружное семейство собирается за столом. Семеро человек – бабушка, мама, папа и четверо детей. Это настоящее чудо, считает глава семейства, что сейчас все они могут быть вместе. За сладким чаем рассказывают о горестях, через которые пришлось пройти. Два года назад они остались без жилья. Квартира сгорела, Ольга была в тот момент в роддоме. Ситуация оказалась безвыходна. Конечно, были мысли, куда идти, зима на улице. Дом сгорел. Да, сгорел дом. Куда идти? 10 января, да. Что делать? Кому обращаться за помощью? Слава Богу, у нас есть отзывчивые люди в нашем городе, в том числе администрация, хотя я никогда раньше так не думал сейчас. Игорь Величко считает, что все сделал вовремя, оформил необходимые документы, получил нужные консультации. Поэтому так удачно сложилось. Две недели после пожара семья жила на съемной квартире. Потом им дали жилье социального найма. За него они отдавали символическую плату. А позже из областного бюджета Величко предоставили социальную выплату, чуть больше миллиона рублей, на приобретение новой квартиры в строящемся доме. Тут пригодился и материнский капитал, и личные сбережения семьи. В итоге этой весной Величко заехали в трехкомнатную квартиру. Мы за эту квартиру не должны ни копейки. Кроме тех процентов двух тысяч, которые по договору займа, которые на эти сто тысяч накапали за эти три-четыре месяца. То есть это небольшие деньги. Сейчас это просто благословение для нас, для нашей семьи. Маленькая Настя, которая родилась через неделю после пожара, конечно, не запомнит, что в первый год ее жизни родителям пришлось пройти через трудности. Зато второй день рождения малышки уже через три месяца семейство отметит в просторной новой квартире. Игорь, вот такую тяжелую трагедию вы пережили. Когда вот все это случилось? Была зима, 2011 год, у вас на руках трое детей. Что вы испытали? Какие ощущения? Какие чувства? Ну, ощущения и чувства... Ну, если честно, у меня как бы при всем при этом я понимал, что что-то ужасное произошло, и на моих глазах горит дом. Хорошо, что у моих детей, ну, младших, не было дома. И мы все остались живы. Ну, и при всем при этом как-то, ну, был мир в сердце. И особой там как-то паники не возникал. То есть вы панике не поддавались, да? Потому что, ну, я как мужчина, как человек ответственный за свою семью, не мог допустить себе панику. Потому что, глядя на меня, остальные члены семьи, ну, с ними бы началось еще хуже, мне кажется. Игорь, а каковы причины пожара были? Насколько мне известно, что с проводкой, да? Какие-то проблемы были? Да, была официальная бумага от пожарных, замкнула проводку. Понятно. Кстати, по скайпу сейчас я связалась с сотрудником МЧС по Кемеровской области, с Мариной Юркиной. Давайте у нее спросим, по каким причинам чаще всего у нас происходят пожары в Кузбассе. Марина, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Самая частая причина пожара в жилье это неосторожное обращение с огнем. А это что значит? Прежде всего, это неосторожное обращение с огнем при курении. На втором месте стоят пожары, которые происходят по причинам неисправной электропроводки и использования кустарных электрообогревательных приборов. Марина, извините, просьба такая. Выключите, пожалуйста, или сделайте звук потише у телевизора. Вы, наверное, телевизор сейчас смотрите. Да-да, продолжайте. И на третьем месте стоит еще одна очень опасная причина пожаров. Это эксплуатация неисправных печей и неисправных дымоходов. Вот это три кита, на которых возникает самое большое количество пожаров. Марина, вы сейчас слушали историю людей, которые находятся здесь в студии. Что вы думаете об этом, о причинах пожаров и вообще об этой ситуации, связанной с этими людьми? Что бы вы им посоветовали, людям, которые находятся сегодня у нас в студии, героям нашей программы? Ну, как любым людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, прежде всего, не падать духом. Просить помощи у компетентных государственных структур. Спасибо большое. И приятно в новом своем жилье придерживаться строго четких правил пожарной безопасности. Спасибо вам большое. Игорь, вот что касается структур, да, кому вы за помощью обратились? Ну, начну с самого начала. И мои слова будут только благодарность администрации. Я обратился сначала в приемную депутату Госдумы о Единой России Михалеву, где нашел понимание, сострадание и реальную помощь. Обратился к губернатору города с письмом. И нам оказалась материальная помощь. Обратился к Наталье Семеновне. Это был тот первый человек, который обратился в администрацию города. Конкретно из жилищного комитета, которая тоже смогла выслушать меня и принять меры какие-то. Наталья Семеновна, можете рассказать о той программе, по которой Игорь получил жилье? Да, эта программа действует у нас в Кузбассе с 2006 года. Она предусматривает льготные социальные выплаты гражданам на приобретение жилья. В размере 35% расчетной стоимости жилья. Среди тех категорий льготных, которым предоставляется эта льгота, как раз граждане, проживающие в домах непригодных для проживания, потерявшие жилье, в том числе в связи с пожаром. Игорь Вячеславович обратился на прием. Ему были разъяснены его права, способы реализации его прав. И им было сделано все необходимое, что должен сделать собственник сгоревшего жилья, ну и отец многочисленного семейства. Он собрал все необходимые документы, он обратился в межведомственную комиссию и получил заключение межведомственной комиссии о том, что дом признан непригодным для проживания. Ну и он доказал документально, что у него нет другого жилья, и он действительно нуждается в жилье. Вся процедура заняла около двух лет, насколько я помню. В течение этого времени вопрос решился, и в настоящее время семья проживает в новом доме. Угу. Все хорошо. Вопросы жилья мы еще будем разбирать чуть позже. Сейчас мы прервемся на рекламу и продолжим. Субтитры подогнал «Симон»